Мецкевич на мове оригинала прогучил Гродни у выкананни школьников. Конкурс декламаторов польской поэзии, в яке дослова у нашем регионе мая шматгадовые традиции, все это был присвеченный 195-й годзю выданию сборника Адама Мецкевича «Баллады и романсы». Инициаторы поэтичных споборництва у нагадали и об яшче одной знаковой дате – 500-годовым юбилеем славянского книга-друкования. Татьяна Барановская поразмовляла с юными аматорами поэзии. Свято лириков и аматоры у поэзии собрала каля паусотни при немецких школьников. Кожна зіх готовы прочитать Мецкевича на мове оригинала. Мини-рапетиция перед офицейным стартом поэтышных споборництву крыху проводить у тонус, але не позбавляя от хваляванню. Я турбуюся, как бы все было добре. И рахтовалася так само долго. Поколе выучить веш, поколе интонацию и как бы все подобрать разом. Кап подбадеры цюдельников пришли колоритные персонажи. У межих проекта живая история, який реализуется гродзенскими студентами уже не один год у Сёма Шима. Наказ от Франциска Скарины додає упевненности конкурсантам. Не волноваться, быть уверенным в своих силах, не стесняться. И я думаю, у них все получится. У декламатору самая молодшая взрослая категория – эмоции под контролем. Коли читаешь любимый верш, усе отримливается быцем бы саму собой. Мне очень понравились эти стихи, когда я их в первый раз увидела, я прям влюбилась. И я маме сказала, все, мама, мы будем именно эти стихи учить. Поводля правилов конкурсу, кожный с декламатором повинен был подрихтовать два верши. Один – Адама Мицкевича, другие – любого польского поэта на тему слова, друкованного и не только. Нельзя говорить о поэзии на груднище, не упоминая имени Адама Мицкевича. Поэта, который родился в Заосе, под Новогрудком. Поэта, который в 1822 году издал томик поэзии «Баллады и романсы. Начало польского романтизма». Конкурс декламатора у польской поэзии «Мая шмотгодовую историю». Сюлита у дел в областном этапе приняли 46 школьников с 15 районов принемания. Наш конкурс направлен на развитие интереса к поэзии, на воспитание. У детей любви к поэзии, на развитие декламаторских умений учащихся. Пирамужцы областного конкурса декламаторов вызначались у трех взрослых категориях. Сирот самых юных, первой стала третьяклассница Эмилия Пожецкая, ученица 36-й грудинской школы с польской мовой навучанья. У другой взрослой категории два первых диплома. У семиклассницы той же школы Виолеты Заневской и шестиклассника Сапоцкинской середней школы у Владислава Лисовского. Найлепшим декламатором серот старшоклассников признана Валерия Корнии с Гродинской середней школы номер 36 с польской мовой навучанья. Субтитры создавал DimaTorzok